В Ненинском округе немало талантливых людей. Многие совмещают свое хобби с основной деятельностью. Это некая отдушина после тяжелого рабочего дня. Но что, если ваше хобби может принести еще и доход? О девушке, которая решила зарабатывать не только на профессиональном поприще, но и на своем хобби, расскажем далее. Иногда увлечения из детства во взрослом возрасте возвращаются в нашу жизнь и становятся ее неотъемлемой частью. Так и случилось с Анастасией Жорник, которая еще со школьной скамьи любила рисовать, но не хотела связывать с живописью свою дальнейшую жизнь. Всегда меня это направление интересовало. В детстве я оформляла для школы какие-то стенды. В этом ритме я жила, но всегда отодвигала этот вид хобби, это свое подальше. И не расслабляла его как какую-то деятельность, которая нужна. Но пандемия и 10-дневный домашний карантин вернули в ее жизнь хобби, к которому она думала вернуться только на пенсии. Она взяла холст, краски и решила написать картину просто для себя. Тем более сейчас это достаточно актуально. Сейчас больше обращают внимание, что в интерьеры добавляют картины, которые все большее значение имеют завершать образ самого интерьера в квартире. Мне самой захотелось для себя конкретно написать картину, которую мне бы хотелось повесить на свою стену. Итак, на черном холсте появились золотые листья. Рисовать Анастасия больше любит акрилом из-за того, что краски дают яркие цвета. Но и новые техники пробовать не боится. Так в свои работы она часто добавляет текстурную пасту, чтобы расставить акценты. Как признается Анастасия, часто в голове есть идея, которая во время написания выливается в нечто совсем другое. Берешь холст, ты смотришь и думаешь, что я хочу вот так нарисовать. И начинаешь это выполнять. А потом бывает так, нет, мне это не нравится. Очень прекрасно можно все стереть и попробовать по-другому. Но все время это какой-то импульсивной ситуации, когда что-то подталкивает на это. Руки сами это делают. Продавать свои работы Анастасия начала совсем недавно. В мае она сначала начала рисовать для себя и своих знакомых, а уже летом обратилась в Центр развития бизнеса и решила монетизировать свое хобби. Но, конечно же, есть свои сложности. Сложно, что тебя не знают. Это самое главное. Я даже, кстати, устраивала такое меню вернисаж на улице, прям взяла свои работы, вышла на лавочки, разложила все это. Людей интерес, конечно, появлялся, смотрели, подходили, спрашивали, разговаривали. Сейчас картины Анастасии можно приобрести на выставке-ярмарке, сделанной в НАУ, а также через страницу в Инстаграм. Но на этом художница не планирует останавливаться. В планах оборудовать студию, в которой можно было бы на постоянной основе проводить мастер-классы. Очень мало мест в нашем городе, в котором можно расслабиться взрослым людям. То есть в плане того, что надо отвлечься от каких-то будних забот, перезагрузиться, так скажем, и получить, в принципе, в конце, в итоге свою картину, которую ты написал сам, уже погортится собой, как творцом собственного холста. Анастасия пишет картины в единственном экземпляре, чтобы каждый мог добавить в свой интерьер изюминку. И при этом она была бы индивидуальна. Ведь от атмосферы в доме зависит и настроение его жильцов. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.